так привет друзья давайте присоединяться все мы в прямом эфире привет 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 всем сегодня мы приехали в гости к Станиславу Орехову подвести итоги прошедшей дизайн-конференции запланировать будущее но и конечно поговорить про тренды тенденции о жизни о любви о дизайне все как всегда мы конечно же друзья мы ждем ваших вопросов потому что на их основании мы будем вести со Станиславом диалог а чтобы как-то уже начать то первые вопросы буду задавать я приветствую всем то что мы видим по 20 человек уже подключилось все подключайтесь соединяйтесь представляю тоже Светлана Кутлукова агент старых диалог самая любимая замечательная ведущая и самый главный двигатель всех мероприятий для дизайнеров прошу любить и жаловать сегодня будем тоже с ней беседовать но что друзья мои с чего хотелось бы начать мы со Станиславом уже когда уже частенько мы здесь вели прямые эфиры встречались говорили много про пандемию говорили много как из нее выходить и сегодня у меня главный вопрос к тебе Станислав такой на дворе уже середина ноября год подходит концу своему логическому год был непростой для всех скажи пожалуйста вот если подводить итоги года для дизайнеров интерьера что изменилось в дизайн подходе в дизайн мышление в дизайн среде по твоему мнению супер но спасибо году за то что наконец-то все поняли что можно в том числе удаленно работать кто не понял уже начинается оно это понимать потихонечку и для нас то вообще было все просто достаточно мы уже очень давно и долго работаем в том числе удаленном формате и по дизайну и другие услуги оказываем и хорошо что наладили на систему работы и даже в творческой профессии это тоже возможно многие люди сейчас тоже подтягиваются это здорово почему здорово потому что появляется некая культура работы сотрудников можно уже найти и не учить их заново да собственно как взаимодействовать а уже все как-то более-менее подготовились поэтому вот наверно основная тенденция да то что все и даже клиенты кстати тоже кто раньше боялся сейчас спокойненько по зуму общаемся встречаемся и каких-то таких проблем нет такого что что это вы предлагаете непонятное все нормально все четко все как бы все все привыкли вот это на самый главный плюс ну и второй плюс что все все таки ничего не оборвалось был какой-то просадочка ну вот у нас там был когда клиенты их тоже накрыла немножко когда все позакрывали и было непонятно где-то месяц что происходило вот но потом потихонечку стали выходить и собственно заказа есть проекты есть ну как бы все нормально когда мы встречались в наверное в апреле в мае говорили о том можно отмотать сейчас на наши старые с тобой интервью прямые эфиры а ты говорил про то что скорее всего на рынке дизайна появятся какие-то новые услуги новые предложения в связи с тем что да не стали удаленно работать другие там сильно оптимизировали свои услуги кто-то создал какие-то экспресс проекты вот как ты считаешь что появилась на рынке и ваша студия ввела ли какие-то новые типы услуг слушай у меня немножко мы и дальше дизайна пошли ну то есть то что у нас мы создаем именно вот сейчас чем работаем наоборот я понял что нужно как бы делить на составляющие у нас несколько можно сказать что это как бы год очередной я раз четыре года делаю переупаковку там всего вот и у меня получается раньше у меня было все в одном лице на меня завязан как лично бренд сейчас я буду делать независимую компания себя немножко выводить как бренд оставлять на и будут будет независимой компании сейчас начали процесс вот после конференции вдохновилась конференции что что она подожди мы с тобой тоже в марте в апреле месяце говорили про то что ребята люди сейчас продают и покупают у людей что люди приходят не на бренда на людей говорили о том про прокачивайте личный бренд пока качество имя и ты мне сейчас говоришь совершенно другое где связь связь есть есть связь есть действительно люди у людей покупают это все верно а вот но очень важный сейчас составляющего сегодняшней реальности таковы что люди в принципе уже научились делать рекламу маркетинг то есть многие и очень часто встает вопрос сегментации и конкретики для конкретного клиента то есть мы уходим от ситуации что когда у тебя компания и мы делаем ряд услуг переходим в ситуацию когда у тебя есть одна услуга либо один продукт для одного клиента если тебя в компании допустим есть и дизайн допустим для современного и для классического то выгодней делают две компании с разными управлениями с разной рекламой с разными аккаунтами все разное где тут лично бренд личном брэйла при этом может быть потому что ты туда и туда можешь свои ценности как человек транслировать да поэтому немножко такое перпозиционирование и это будет сложно делать тем кто не понимает пока как строится как бы система и у кого менеджера нет поэтому второе наверное то что я бы сказал то и над чем я сейчас работаю то что очень важно это менеджеры запуска продуктов как проектов то есть создание бизнеса и студии чужими руками вот это вот очень крутая вещь по технологии вот мы сейчас делаем делим на части потому что иначе не успеваешь вот как бы даже если я отвечаю за разные направления я все равно сфокусирован на чем-то одном я не могу везде ну то есть у меня даже до сих пор нету аккаунта в instagram по студии дизайна носит неправильно он как бы меня есть мой аккаунт лично я там всякую дичь пишу рассказываю то есть то что меня волнует она как бы не продающие для клиента заходит вообще он может не понять что и дизайнер вот соответственно чтобы это делать нужно делать и таких у меня там бизнесов пять вот соответственно я не могу быть везде фокусе и можно делегировать эту историю технологии смотри на конференции на самом деле как мне показалось вот на прошедшей проведенной дизайн-конференции которая была в этом году но мне кажется она была не такая как все потому что ну и год такой странный да и вообще до последнего не знали будет она или не будет и я увидела что красной нитью через все выступления спикеров идет такая история что люди сейчас больше как говорится топят за творчество за дизайн нежели за систему то же правильно ты говоришь да что люди уже научились делегировать научились настраивать рекламу научились там всякие бизнес-процессы внедрять сейчас все стараются прокачаться и создать какой-то свой уникальный стиль уникальный дизайн надо и да и отличаться а ты не отличаешься все бесполезно расскажи пожалуйста дай пожалуйста свои рекомендации как вот эту свою фишку уникальность именно в дизайне в творчестве в профессии найти особенно для новичков которые только-только начинают и вроде бы думать что как все слушай есть отличное упражнение я вот такой вчера его придумал как называется суть такова как найти уникальный за 30 секунд раньше у нас были помнишь и в книге в том числе описан таких большие талмуды ты сидишь долго копаешься как мне кажется я вот начал только эту штуку тестировать как мне кажется все гораздо проще чем может быть есть там просто вопрос который можно себе задать и есть четыре там параметра по которым ты можешь выстроить свою уникальность и сделать это в порядке скажем так рейтинг дать вот первые там два пункта бы твоя уникальность вот я сейчас наверно не буду это говорить надо упражнение делать вот если кому будет интересно следите за обновлениями я как только будет готова и задокументирована технология я ее дам вот можно будет у меня посмотреть ну и свету тоже можно посмотреть я думаю что всем понравится вчера мы оттестирую в принципе работает более-менее но сейчас пока презентовать сейчас не готов смотрите если мы говорим про начинающего дизайнера Их сейчас становится... А, ещё вот один такой вопрос, надо мне его не забыть, который у меня сейчас тоже возник. Если мы говорим про новичка, вот он только-только отучился. Наверное, не знаю, повезло или нет тем, кто выпустился в 2020 году, когда рынок так немножко штормит, да, и более слабые игроки с рынка уходят, более сильные остаются. Ну, в общем, такой странный период времени. Вот я его только выпустился из института. Скажи, пожалуйста, что мне делать дальше, куда мне идти, и с чего мне начинать своё развитие в дизайне? Ну, если новичок, что нужно? Ну, тут надо понять, есть ли у тебя что-то, что у тебя уже покупают, потому что тот, кто новичок, ну, как бы новички, новичку рознь. Очень сильно, я сейчас вот начал работать, у нас клуб открыл системных дизайнеров, ну, как, которые хотят быть системными, кто начинает профессию, начинает что-то делать. В чём там суть? Если ты уже умеешь что-то делать, ну, то есть надо понять, а у тебя уже покупают или нет, это как бы один новичок. Новичок, который не определился, давай с этого начнём ещё, ему желательно вообще всё попробовать. То есть пойти, может быть, в подмастерье, пойти посмотреть вообще, что есть. Я вот когда был новичком, я работал там со стендами, с коммерческими объектами, с частными, со всем чем угодно, пока не нашёл себя. То есть как бы первая стадия новичка – найти себя. Но если ты уже нашёл, и уже хоть кто-то что-то тебе платит, там 30-50 тысяч рублей в месяц тебе удаётся зарабатывать, нужно выходить в продажи. Это самое важное. Ну, как бы даже не продажи, а привлечение клиентов. То есть нужно научиться именно привлекать клиентов, а чтобы это делать, нужна опять уникальность. То есть нужно взять уникальность и её транслировать, чтобы к тебе приходили только те клиенты, которые тебе нужны, и отталкивать тех, которые не нужны. Вот это вот всем страшно, все не хотят, не умеют, я же всё для всех делаю. И все делают услуги, а надо делать продукт. Вот это вот самая главная разница. – Мы неделю назад проводили мероприятие в Санкт-Петербурге, как раз с Аленой Горской. А с Аленой, если там кто-то знает, не знает, мы вообще знакомы, мне кажется, лет 10, мы с ней работали ещё в найме, в кавишеской компании. И, естественно, я как бы достаточно глубоко знаю всю историю её жизни. И для того, чтобы стали приходить именно те клиенты, которые ей нужны, потребовалось, наверное, лет 5. Вот скажи, пожалуйста, 5 лет. Но сейчас она прям кайфует, она сейчас делает реально совершенно сумасшедшие какие-то интерьеры в хорошем смысле этого слова. И приходят такие же люди, которым нужно что-то нестандартное. – Отличная иллюстрация. – 5 лет – это много или мало? – Ну, я считаю, можно быстрее. Ну, как бы кому-то окей. Вообще, знаешь, такой вопрос, типа, а вот надо сколько там лет работать? Ну, типа, если тебе надо работать, сколько ты лет? Я считаю, что в целом, как бы, как только ты понял, что надо делать, ну, как бы за месяц, за два, ты сообразил, понял, у тебя направление есть, дальше дело техники. То есть не надо 5 лет пытаться найти себя, чтобы найти себя. Ты можешь найти себя быстро, если ты понимаешь технологию. Ну, вот я за то, чтобы… Сейчас у нас нет времени, да, и вообще мир очень так устроен, что лучше быстрее делать, чем медленнее. Ну, как бы банальность, да, но очень часто с этим я сталкиваюсь, особенно когда с новичками. Мы сейчас просто общаемся со многими новичками. Вот, и в основном, как бы, людей что останавливает? Останавливают какие-то внутренние страхи, проблемы, что типа, вот, я не могу поверить, вот, что это возможно, не могу поверить в себя, мне вот, там, кто-то сказал, что надо, там, 5 лет, ну, и так далее. Это всё бред, потому что, ну, во-первых, кто сказал, почему это так, почему можно верить, ну, типа, а можно ли по-другому, а можно ли быстрее? Это те вопросы, которые надо себе задать. И если ответа нет, то надо спросить, может, у кого-то ещё есть, потом ещё у кого-то спросить. И, возможно, вот этот путь в 5 лет можно сократить, там, до месяца. Ну, и тогда логичный вопрос следующий, который тоже нам часто задают дизайнеры и задают своим коллегам. Это был один из частых вопросов на той же конференции. Вот, там, мне сейчас 30 лет, я хочу поменять свою сферу деятельности и заняться дизайном. Как ты считаешь, 30 лет стоит ли заниматься дизайном, стоит ли менять свою жизнь или нет? Есть ли у тебя примеры успешных дизайн-студий или успешных брендов, которые вот смогли, уже будучи, ну, 30 лет, это уже сформировавшийся профессионал, это сформировавшийся человек в какой-то там своей предыдущей жизни и работе, и который вот занялся дизайном. Или всё-таки дизайн – это вот для молодых, это что-то креативное, творческое и вот такое безбашенное. Ну, это смотря как что-то понимаешь, да, какой твой продукт будет. Если ты как бы как молодой, безбашенный, творческий, и ты хочешь там творить, и у тебя такие клиенты, которые это хотят, как бы окей, подойдёт. Значит, дизайн же бывает очень разный, дизайн бывает и системный, дизайн бывает просто, когда надо тупо сделать, а все остальные не могут. Ну, то есть, очень по-разному бывает. Бывают дизайны, когда нужно тебе сопровождать проект настройки. Ну, то есть, ситуаций бывает очень много. У нас, знаешь, у нас неопределено, типа, что такое дизайн. Каждый понимает по-своему. Вот, и, соответственно, получается, что везде есть дизайн, ты можешь планировку нарисовать или консультацию оказать, это тоже будет дизайнером. Ты тоже будешь дизайнером. Да, а ты можешь делать там всё под ключ, возводить там какие-нибудь небоскрёбы, да, и там внутри что-то делать. Ты тоже будешь дизайнером, например. Вот, поэтому, как бы, и то, и то можно. Говоря про там 30 лет или там 40, или 50, или 60, я вообще границ не вижу. Я думаю, что границы любые у нас в голове. Я считаю, что любой человек, который что-то хочет добиться, ну, я в таком мире живу, то есть, каждый тут уже по-своему, то есть, я считаю, что я не вижу никаких препятствий. Если физические ограничения у тебя нет, ну, каких-то, да, то дальше ты можешь всё. Вот, поэтому, как научиться? Ну, технологии есть на всё. Не знаешь технологию, спроси у того, кто знает. Ты можешь всегда её узнать, поработать в партнёрстве, заплатить ты можешь, коучинг взять, на курс пойти. На одну, вторую, третью, пятую технологии – это уже дело, как бы вопрос, что тебе надо. Хочешь быть дизайнером – будем. Просто я недавно слышала мнение очень известного дизайнера, они будут сейчас её называть, как раз в прямом эфире, и задавали тот же вопрос, и она говорит, я считаю, что, ну, 30 лет уже такая, ты уже не сможешь так же, как раньше, бегать по стройкам, ругаться, материться со строителями и прорабами, и уже очень хочется как-то расслабиться и заниматься, чтобы у тебя уже всё было стабильно и настроено. Но на самом деле, да, я считаю, что это… Дизайнер не обязан бегать по стройкам, материться и ругаться. Я считаю, наоборот, как бы так делают те, кто как бы не понимают, как организовать процесс так, чтобы не материться, не ругаться, а действовать нормально. То есть можно же не ругаться, и всё будет получаться. Но можно же так. Есть же люди, у кого так получается. Да. Ну, то есть это вопрос, значит, получается у тебя или не получается. Обязанности такой нет. Нигде не прописано, что типа, если ты не материшься или по стройкам бегаешь за строителями, ты не дизайнер. Нет такого. Нет. Ну, то есть, а если даже где-то есть, ну типа, а можно по-другому. Ещё вот вопрос, который как раз возник у меня недавно. А сейчас мы видим такую смену рынка в область… Ну, я, например, сужу по рынку Хорика, и говорю, что… Это вообще отдельная тема по дизайну. Да. Как бы тоже, может быть, этот вопрос я чуть попозже задам. Потому что, естественно, первым делом на рынок Хорика вся эта пандемия повлияла. И сейчас мы видим, что остаются либо там совсем эконом-варианты, какие-то прям быстрые фастфуды с быстрой доставкой в спальных районах, да, ну потому что такая вот история. Либо совсем лакшери, классные там отели и рестораны с классной концепцией. А вот эта вот серединка, да, такой бизнес-формат, он сейчас, к сожалению, там умирает, потому что оказывается никому особо не нужен. Ты новое имеешь в виду заведение? Да, 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 да. Ну, окей. Вот. Ну, просто недавно проводили как раз исследование на эту тему и общались со специалистами, и вот как раз на выставке отеля, где там проводили, все с этим были согласны. Вопрос, не наблюдается ли такая тенденция в дизайне, что сейчас происходит такое расслоение, либо остаются, ну, такие дизайнеры-работяги, да, скажем так, которые там делают какие-то быстрые проекты, эконом-проекты, экспресс-планировки, там что-то, и уже следующий это дизайнеры с авторским подходом. А такой бизнес, сегмент, он, ну, наверное, становится не нужен. Не замечаешь ли ты такого? В интерьерном дизайне для частного клиента нет, потому что те же люди, которые умеют зарабатывать, ну, неважно, да, кто на чем-то поднялся, ты имеешься, ну, тоже кто-то на чем-то поднялся. Да. Айтишники очень хорошо зарабатывают. То есть люди, которые заработали денег, и куда-то надо тратить. Куда ты тратишь? Ну, как бы путешествовать не можешь, ну, купил ты себе машину. Дальше-то что? Что, ну, шубу, украшения ожарили, а дальше что? Ходить некуда, все дома сидят. Да. Дальше, ну, вот, дома. Дальше тебе нужно дом по-любому делать. Вот, соответственно, ну, и причем в нашем интеллектете, там, в российском, да, то есть дом это не то, что там. Короче, сколько бы не пытаются навязать такую историю, ну, я считаю, она у нас не приживается и не приживется, что надо все снимать. Это вот в культуре, там, допустим, американской, там, или европейской, может быть, такое есть. У нас все-таки любой маломальский зарабатывающий первым делом хочет себе стабильность, да, хочет дом. Свою. Да, значит, жену порадовать или там мужа наоборот. В общем, все хотят, чтобы было какое-то вот уютное гнездышко вместо силы. Вот, поэтому это как бы в зависимости от достатка люди пытаются всегда это делать. Абсолютно не считаю, что в ресторанах может быть, я тут не эксперт, даже не могу тебе какую-то оценку дать, как ты говоришь, там эксперты говорили. Ну, то есть я склонен им верить, но сам я вообще ничего не понимаю в ресторанном бизнесе и спросе на эти услуги. То есть, наверное, меньше. Но в интерьерке я не вижу вообще ничего, что как-то влияет. То есть вообще все работает, для всех типов дизайнеров там есть место всем. Вот, и у тебя еще самая важная такая тема, что когда ты с частниками работаешь, если у тебя есть авторитет дизайнерский, да, то ты в принципе можешь очень сильно рулить к процессам. То есть нет каких-то правил, да, не тобой рулят, как ты говоришь, надо делать, так человек как бы и поступает. Ты можешь выстраивать свои линейки, то есть хочешь продавать материалы и мебель сначала, делаешь от этого. Хочешь продавать эскизы, продавая это. Хочешь планировки, делайте консультации, пожалуйста. То есть ты можешь выстроить в зависимости от своих возможностей, что ты умеешь делать. Выстроить можешь стратегию дизайна, сказать, это дизайн. Да, и просто в силу того, что на тебе кто-то подписан, тебе поверят. Можно так делать. Ну вот тоже вспоминаю недавно проведенный онлайн уже на этот раз конференц, тот же Сережа Бахарев, небезызвестный нам рассказывал, что как раз сейчас в период пандемии, ну во-первых, он переквалифицировался, естественно, мы все понимаем, что люди стали покупать загородные дома, там хаусы. Да, у нас тут все скупили, кстати. Вот, ну вообще везде все скупили. И сейчас дизайнеры нужны там больше в загородке в том числе, и как раз Сережа это понял, вовремя стал предлагать эти услуги. Да. И еще сказал, что вот именно сейчас, за этот год, они очень классно научились продавать, предлагать им на планировке. Он в этом был всегда хорош. А вот сейчас это практически вытащило их из кризиса и вот оставило компанию на плаву. Поддерживаю. Планировки крутая тема, потому что она стоит вроде как недорого, она позволяет познакомиться с дизайнером, если дизайнер как бы не дурак, он сделает хорошую планировку и продаст дальше услуги. Ну, то есть ключевое – уметь делать планировки. Лайфхак тем, кто не умеет делать – это ничего страшного. То есть если ты, допустим, хорош в декорировании, а планировку не умеешь делать – ничего страшного. Продавай планировку, бери архитектора, пусть он тебе делает планировку, ты защищай, а потом делай декорирование. То есть надо научиться продажам на планировку, в момент презентации планировок и все. Надо много чему научиться. Не, ну а как еще? Ну, как бы рынок диктует. Ну, учиться-то не проблема, это интересно, весело и прикольно. Такой вопрос по поводу тоже, вот буквально два дня назад была у нас конференция, где выступала Диана Балашова как раз тема про тренды, по ее мнению. И одним из таких трендов она сказала, что люди уходят от такого формата лакшери, потому что мы все посидели дома, мы все как-то привыкли ходить, я не знаю, в спортивном костюме выходить из дома и ехать на какие-то встречи. Ну, то есть уходит вся вот эта люксовая мишура, все желание друг перед другом понтануться там своими какими-то интерьерами. Заметила ли ты это по своим проектам? И что даже дорогостоящие проекты, дорогостоящие интерьеры, да, они становятся более спокойными, более простыми, более уютными, ну, такими, в общем, уже человеческими, да, без лишнего пафса. Вот согласен? Слушай, я согласен, но причина, я думаю, не в этом. Не в том, что устали. А мне кажется, поколение просто меняется, вот, поколение, которое раньше делали там себе, просто было другое, они были там в 90-х воспитаны, да, соответственно, там и ценности были другие. Сейчас уже там все покатались по заграницам, да, сейчас новые люди покупают, строят и так далее. Соответственно, меняется как бы общий е, мне кажется, как бы ценности, что вот золото, оно как бы уже там сильно не нужно многим, да, современным ребятам. Вот, поэтому я думаю от этого. Насчет понтоваться там перед кем-то, я думаю, тоже в нашей культуре это сильно нет, но, опять же, может быть, есть, но я с таким не сталкивался, во сколько я работаю, все больше это как бы восточным ребятам присуще. У нас как бы делают, все-таки если делают, то делают для себя. Ну, то есть у меня вот такое наблюдение, с кем я работал. Вот. И поэтому, мне кажется, все, что говорили ребята, Диана, да, все поддерживаю, но причина, мне кажется, в другом. Ну, как бы это какая разница, в чем причина. Главное, факты таковы, да, что, значит, все становится спокойней, натуральней, да, более для жизни, для человека, для себя, а не на показ. Да, это поддерживаю. Это правильно, я считаю. Тут я вижу уже некоторые вопросы. Да, привет всем, кто на связи, задавайте вопросы. У нас, как видишь, у меня есть 31-31, в двух аккаунтах мы ведем сейчас. Главное, чтобы это были не одни и те же люди. Нет, невозможно. Как они, с двух телефонов? Да, логично. Вопрос такой, недавно проводили тоже с тобой вебинар на тему навыков для дизайнера интерьера. А вот скажи, пожалуйста, чему, как ты уже говоришь, там, да, научиться продажам, научиться презентациям, там, самоупаковке и так далее, каким еще навыкам? У нас скоро новогодние праздники, времени будет много свободного, да. Да, чему еще стоит, по твоему мнению, дизайнеру научиться, что поможет ему в следующем году каким-то своим, в своем развитии? Слушай, вопрос такой, я знаешь, как вы его вообще, ну, чтобы сказать, когда спрашиваю какие-то там советы, рекомендации, она же слушают очень разные люди, на разных уровнях. Кто-то там зарабатывает там еле-еле, а кто-то вообще не зарабатывает, без заказов сидит. А кто-то такой слушает, у него там все хорошо, и он просто по приколу слушает. Поэтому как бы ты не можешь дать универсальный совет вообще для всех. Я бы вот, ну, как бы, не поняв, что за аудитория, для кого этот совет, я не могу дать его. Что можно сделать? К какой системе я пришел? Что есть 7 навыков всего вообще, которые есть, и есть там, ну, примерно 7 уровней развития. Вот. И в любом случае качать надо все 7 навыков. Какие они? Понимание, что это как бы путь свой, да, какой твой следующий шаг в развитии. То есть вообще в целом понимание, куда ты идешь, какая стратегия развития будет. Второе – это продукт, что туда входит, как он упакован, что покупают, сколько он стоит, и почему именно этот продукт. Третье – это лидогенерация, то есть клиентов. Четвертое – продажи из лидогенерованных клиентов, переводить их в реальных. Пятое – это где деньги на самом деле находятся, более сложные услуги, то есть придумать, как на том же самом заработать. Ты зарабатываешь, допустим, дизайн проекта, там, 300 тысяч, например, да, как за 3 миллиона что-то продать, например. Вот это вот такой как бы вызов. А можно ли это сделать? Вот. И это можно сделать, но как и что для этого нужно, это подумать надо. Вот это вот пятый навык. Умение смотреть шире на рынок. Значит, шестое – это команда документов, команда образования, уметь делегировать, уметь управлять. И седьмой – это личный бренд. Вот я считаю, вот это вот основные вещи, которые надо качать. Каждый, в зависимости от уровня, все эти вещи качает. То есть, условно, если ты на нулевом уровне или там на первом, то личный бренд тебе не нужно там выступать идти. Тебе нужно хотя бы написать о себе, ну, инстаграм завести. Это уже будет личный бренд начать. Если ты уже топовый дизайнер, то тебе седьмой навык и личный бренд уже, значит, идти надо выступать. Идти вот к Свете отправлять в маркетинг-кит, если есть, надо его сделать, отправить и уже идти выступать. Это седьмой там уровень. Вот. Ну и, в принципе, вот так про все. То есть, ключевое, что я думаю, это понимание, где ты сейчас находишься, что навыки, они возможны, их нужно развивать, чтобы расти дальше. И ты видишь просто, ну, я по себе это замечал, как только эти навыки, Аня, я же не просто так их сформулировал. Как только ты их растешь в них и получаешь результат, у тебя идет как бы уровень дохода растет. Ну, в принципе, очень все просто, когда ты все понимаешь. Ну, это ты говоришь про бизнес-навыки, а если мы говорим про профессиональные... Второе только есть, профессиональные навыки. Да, вот... Это услуга-продукт. Услуга-продукт. Что нового на рынке, может быть, стоит изучить какие-то новые программы, может быть, стоит, посмотреть на какие-то новые технологии. Для того, чтобы сделать свой продукт более ценным, более качественным, более профессиональным. Надо не в программу смотреть и в технологии, а в то, что нужно клиентам, то есть в их потребности. Клиентам нужно 4 вещи. Это, собственно, цена-качество, ресурсы, чтобы они тратили меньше, получало больше. Все, поехало дальше. Все, нормально. Второе, им нужна эмоция, чтобы они получали впечатление от твоей работы. То есть, качнуть, да? Третье, им нужно статус, сообщество, можно сказать, получше, чтобы. И четвертое, им нужно безопасность, чтобы все это было нормально. Вот эти 4 вещи, вот туда надо смотреть, как твой продукт может их обеспечивать. А за счет чего уже? За счет программ, за счет виртуальных очков, еще чего-то. Это все равно на самом деле. То есть, за счет чего угодно ты можешь привести в афи, за счет чего угодно ты можешь сделать дешевле, допустим, за автоматизацию, да, ресурсы. За счет чего угодно ты можешь как бы более статусно там это сделать. И также за счет любых элементов ты можешь безопасно сделать. Но вот я бы шел не от программ, то есть это неправильно идти, там, от трендов, от программ, еще от чего. Вот надо от клиента идти, вот, и смотреть, как ты ему можешь делать лучше. Чем ты можешь делать. Через свой продукт, да. Просто продукт, ну, как бы неправильно делать продукт. А дай-ка вот сейчас модная тема, там, я не знаю, какой-нибудь, ну, допустим, VR-очки или там ватрилле я буду сейчас рандерить. Да кому это надо вообще? Ну, то есть ты можешь делать, но как бы, насколько это будет целесообразно. Ты сейчас полгода посвятишь изучению этой темы, а потом она уйдет. А клиенту достаточно в коллажах. Да, ему достаточно от руки нарисовать и все. Смысл нет. Да, да. Вот тут как раз есть вопрос, стоит ли дизайнеру учиться рисовать от руки, да. Если хочешь, то вот, пожалуйста, да. Если есть талант, есть желание, пожалуйста. Ну, как бы, почему нет? Я не вижу в этом ничего плохого, если прям кайфово, пожалуйста, надо. Как раз тоже тут пишут, вот мне 30, хочу поменять сферу деятельности. То есть то, о чем мы сегодня говорили, многим, наверное, зайдет. Давай поговорим про наших любимых партнеров-поставщиков. Давай. Наши любимые партнеры-поставщики, мы вам виртуальный поцелуй отправляем. Молодцы. Мы работаем только с надежными компаниями, а надежные они, если они участвуют в этом непростой год, в конференции. Помогают. Помогают, да. Дизайнерам в том числе. Ну, вот, кстати, могу тоже сказать, если мы с тобой когда проводили вот этот эфир в апреле, да, как раз только-только вот пандемия начиналась, и мы говорили, а как вот партнерам-поставщикам себя сейчас вести, потому что шоурумы закрыты, запрещены мероприятия, да, шампанское не льется через край, и как же с дизайнерами работать? С память? Да, и с памяти уже почта забита, да, уже что делать? Телефоны у всех обрываются, и тогда, ну, кстати, да, кому интересно, можете там открутить, у нас прямые эфиры эти были, и обсуждали про какие-то возможные варианты коллаборации, что насколько сейчас партнерам надо с дизайнерами объединяться, и я тебе могу рассказать, что вот мы за время пандемии, сколько там это было, 2-3 месяца, ну, когда мы сидели дома, да, мы провели 60 онлайн-мероприятий с партнерами, которые, ну, это реально, да, нет, это все, мне кажется, мы прокачались просто в онлайне, как, ну, выбора не было, но это я не к тому, я к тому, что очень многие партнеры говорят, да, сейчас самое время нам рассказывать о своих возможностях, нам делать это совместно с дизайнерами, нам делать какие-то, не знаю, баттлы, какие-то разборы технологий, разборы там всего, чего только можно, вот, и, собственно, а кто-то, кто-то, другие, нам сказали, ой, сушь, свет, отстань, вообще не трогай, нам сейчас нужно там перестраиваться, не перестраиваться, и в конце года я их вообще не вижу, да, этих людей, ну, то есть, как бы, когда надо было активничать, они не активничали, что-то там перестраивали, и вот сейчас никто даже не знает, живы они там, и есть ли у них там салоны, вот. Пиар он такой, если ты не делаешь, то о тебе забывают быстро. Под лежачий камень, да, вода не течет. Вот скажи, пожалуйста, как сейчас, оглядываясь на вот эти полгода назад, у тебя были взаимоотношения с партнерами, кто-то закрылся, кто-то тебе предложил какие-то классные варианты совместного сотрудничества, ну, вот какие-то кейсы для наших любимых поставщиков. Слушай, во-первых, да, значит, если ничего не делать, то будет все хуже, то есть всегда нужно что-то делать, это важно, вот, что делать, вопрос, вопрос, если я могу говорить только про продажи через дизайнеров, я не могу говорить там, как им вообще в целом продажи повысить там, через клиентов, вот через дизайнеров, как мне кажется, да, как я сам дизайнер, как бы я хотел, чтобы мне продавали, я бы хотел, чтобы делали именно интересное, не, скажем, не какие-то там активности, конкурсы или еще что-то, хотя это тоже, конечно, важно для привлечения внимания, но это только первый шаг. Ключевое, что мне нужно, мне нужно именно показать продукт до чтоб я его понял показать его интересно показать его как его применять можно показать плюсы минусы не нужно как бы все понимают что идеально продуктов не бывает нужно именно мне самое главное цена когда мне показывают что этот продукт подходит для такой-то ситуации вот и я считаю что сейчас ну этом тема следующего года это именно как бы честный обзор до честное описание и презентация там сильных слабых сторон как это делать не стесняться до приглашать дизайнеров то есть вы как дизайнер то насчет смотрит да вы можете тоже приглашать партнеров приходить к ним шоурумы делать какие-то записи stories еще что-то но не в стиле что вот посадить какой классненький паркетик а поспрашивать заранее типа на чем применяется почему как в чем плюсы в чем минусы и если именно ум на это рассказывает это во первых это полезно для партнера на второе прикольно для дизайнер это контент третье это как бы клиенту дизайнеры говорит о том что дизайнер в тренде и умеет как бы рассказывать показывать но есть всем выгодно с я за какую такую за то чтобы убрать вот этот шум маркетинговый и всякую чепуху шелуху мы да мы самое лучше и просто вот успокоиться немножко и нормально рассказывать то есть люди как бы они же но они не этого хотят как книгах там написано каких-нибудь вот типа вот миссию напишите да это прикольно здорово но типа конкретно что-то предлагаешь расскажи покажи дай повертеть сделать быстро аккуратно четко и мне кажется что дизайнеры могут это сделать я за то чтобы поставщики работали с дизайнерами а дизайнеры умели по технологии рассказывать по для поставщиков так чтобы было всем интересно вот это мне кажется такая коллаборация ключ успеху частично об этом вот книги у нас написано кто не читал насмотрел там прям целая методика по этой теме можете приобретать смотреть и предлагать вашим поставщикам нормальную упаковку нормальную презентацию мы записывали наши любимые ребята вот starlight ледников да тоже вот они участвовали в книгу нас поддержали они приезжали сюда я им бесплатно все сделал то есть вопрос как бы не в том что скажем там плачевать что-то еще просто когда ты видишь хороший продукт тебе привозят показывают не вопрос денег если ты видишь хорошие нормальные интересный контент то ты его записываешь вот видео можно посмотреть и это просто полезно этом рассказал о том как сама светодиодные светильники делают я сам являюсь клиентом сам покупаю за деньги вот и как просто поделился вот такие вещи они очень прикольно поэтому поставщикам искать дизайнеров нормально хороших то умеет рассказывать о дизайнерам не стесняться знать технологию и предлагать этим самым поставщикам такую коллаборацию можно за деньги то есть как бы это нормально если вы скажете 5 10 20 15 сколько нужно предлагать ну как бы предлагать можно там я смотрю у меня уже сашку дрябцева и слава начинают обсуждать совместные проекты а вот что делать со строителями скажи нам пожалуйста у строители после конференции тоже там строители приезжали там я побеседовал как бы с ребятами у которых тоже как раз стройка мы как бы с какой стороны сейчас спрашиваешь ну вот у нас там скажу тебе не знаю если сашку дрябцев не будет против она не может ответить она там что они со славой уже битва у них пошла соответственно слава нас топит за техничку за стройку а саша саша курявцева мы с ней делали в этом году кстати тоже спасибо коронавирус как говорится сделали очень мощный курс по по инженерной грамотности дизайнер и вообще прям супер два потока запустили и прям перед новым годом я думаю что еще что-нибудь такое замутим но такая действительно классная штука вот у саши произошла ситуация один из поставщиков извините строителей которого прям заслушаешься как он рассказывает говорит идет прямые эфиры показывает свои проекты все прекрасно очень медийный человек популярный человек делает большие крупные объекты но и вот собственно александра его взяла в качестве партнера но вот и саша дала ему один из своих проектов но небольшой квартиры то есть потому что он все-таки работает там на проверку от тестить и вот пишет мне сколько косяков было было и в общем грустно и что люди которые о себе заявляют показывают но не всегда на деле таковыми и бывают а у нас сейчас но и на конференции такого же у нас было строители ребят там все которые классные ребята обменивались там опытом визитками очень там всем рада но как проверить как вообще понять что строители вы там будете косячить или не будете как быть в этом уверенным да никак как ты будешь уверен ну здесь как бы технологии да по может проверить опять же в книге прописано но в целом как надо ожидать всегда самого худшего то есть всегда нужно понимать что где-то может что-то пройти не так вот соответственно не надеяться да даже если берешь по рекомендации то есть если ты берешь известному кого-то или еще чего то то есть все равно нужно держать уху востро и пока там не будет положительного какого-то эффекта от первой сделки до 1 там квартиры еще чего-то ослабляться не стоит и даже тогда когда будет все окей она ослабляться стоит то есть это такая работа когда мы говорим о найме кого-то в подряд это не только строители касается строителей поставщиков дизайнеров всех как бы ослабляться не нужно нужно знать что может пойти не то и заниматься контролем но если ты дизайнер только мало опытный да там они инженер там как саша тоже сам да хотя тоже вот обсуждали но вот чеку с безумным опытом работы да и все равно на те же грабли наступила да саша что могу только привет тебе мораль не передайте и все вот новичку что делать и вот вообще ничего ты не сделаешь ну слушай у нас то же самое вот у нас на вериме в эту самую вентиляцию там тоже ну не то сделали ну ничего такого жизни что ты сделаешь ты можешь максимум сделать что от тебя зависит чтобы проверить стопроцентную гарантию никто не даст поэтому дизайнеры нужны и надо клиенту это объяснять что дружище если мы кого-то советуем это мы за ними не ложимся костями как бы мы просто смотрим и стараемся делать чтобы был нормально вот и ожидает там чудо можно конечно но мы не в сказке живем бывает все что угодно я не знаю мне нет ответа на этот вопрос типа как получить стопроцентную гарантию никак нет подожди правильно вот тут все пишут понятно что никто не сделает и не я не ты мы там с первого раза или я не знаю что-то идеально сделать не сможем другой вопрос что не в этом заключается надежность там партнера в том как он быстро косяки исправляет да если какие-то рекламации если там какие-то ошибки ну да ну накосячил окей там исправлю но может быть есть какие-то на меня секреты фишки на смотри если известная личность в принципе мы не выгодно особо косячить потому что она у него репутация очень много стоит вот соответственно что можно сделать сказать ну как бы человек да я думаю должен понимать однажды думать что это решится там если кто-то косячит ниже наверно решается там я не знаю кто мы же не как бы не знаем что человек скорее всего на в общественном пространстве значит на не то как-то решат это все то есть то что решат решат у кей а то что проблема возникает но они бывают ничего не сделаешь вот если ты новым и кого-то берешь что конечно они завтра у тебя могут очень деньгами пропасть сколько таких случаев было до миллион вот где угодно поэтому да никак это строители и работа с уже реализация и объясню в чем проблема проблема вот как я думаю и знаю в принципе что нет система нет системы работы все как-то работают непонятно как чем чем происходит проблем приходят строители простые работяги которые там надо заработать на бутылку водки например вот они как в этом проблема в основном вот соответственно ими берутся управлять кто прорабы что делу прорабы они ходят выступают рассказывать какие они молодцы по сути продают себя дальше им дают деньги они завоевывают доверие дальше они причем думать что они действительно молодцы что они будут контролить но в жизни получается так что у них нет инструмента влияние вот на этих ребят которому только надо удочки попить и получается такой замкнутый круг этот хочет но он не может у него нет системы контроля и взаимодействия можно ли взять более дорогих вот этих ребят которые не водку хотят пить и хотят развиваться можно но они будут стоить во первых они будут дороже стоить то есть у него короче бюджета не хватит а во вторых действительно гарантии то нет и в этом случае тоже поэтому стройка такая как бы тема я к ней так очень аккуратненько подхожу у меня к мне кажется то есть я увидев все это мне кажется есть все-таки можно стройку тоже систематизировать и возможно мы как-нибудь до этого дойдем тоже доедем вот причем у меня будет как классная сам не строитель ничего там не понимаю вообще и даже лезть туда не хочу в техничку специально чтобы организовать процесс так чтобы он работал как процесс без технички вот а дальше ну как бы надо смотреть значит как именно управление построить ну и людей взять ну вот примерно так но при этом все но очень многие почему-то в последнее время кстати тоже с одним из наших гостей дизайн-конференции тоже с известным медийным строителем встречались после этого и обсуждали сейчас будем делать совместное мероприятие как раз на тему того что какое-то вечное недопонимание строитель дизайнер одни жалуются на одних другие жалуются на других компромисс найти не могут в общем может быть вообще тогда дизайном не заниматься реализацией условно говоря или или не может быть нанимать технадзор но если какие-то тем не менее советы рекомендации сейчас чтобы найти как-то нормальное взаимоотношение и взаимодействие друг с другом или просто перебирать 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 и в какой-то момент о вот мой строитель моей мечты и вот мы с ним работаем просто перебирать невозможно ну то есть можно но это будет лотерея единственное решение это первое дизайнеру понять как работать по системе и работать по системе и второе найти строителя но это практически невозможно, которые тоже работают по системе. Поэтому идеальное решение самому работать по системе и организовать партнеров, которые умеют это делать. Этого сейчас нет. То же самое, что нет с поставщиками, кстати. То есть ты можешь найти сколько угодно хорошего специалиста, но он бы рад даже тебе сделать все по системе, но у него работают люди, которые работают потому что они знакомые, или на добром слове, или потому что они всю жизнь так привыкли и не хотят менять. То есть в целом мало системных компаний, работающих очень клево на результат. А если они есть, они сразу же становятся топчиками. Они не будут работать даже со 100-метровой квартирой, им это неинтересно. То есть они сразу берут себе заказов нормальные, у них там все хорошо. Поэтому нету получается в условно нашем эконом-сегменте, если я беру там небоскреба за премиум, какие-то большие объекты. И вот в нашем то, что мы делаем, здесь нету культуры работы по системе. Я думаю, что это со временем будет, потому что у нас, в нашей стране очень развивается все быстро. То есть то, что там в зарубежных странах долго и годами проходит, у нас очень быстро все проходит. Мы как бы в этой теме тоже можем быть впереди планеты всей. И я думаю, что когда-нибудь какие-нибудь сообразительные ребята сделают условно для строительства типа Uber, все там объединят и сделают, чтобы он работал. Ну как бы Uber-то работает так или иначе, там хотя бы простой механизм. А в строительстве нет, хотя механика такая же. Но был же пример тех же, сделано RU, которые, к сожалению... У них модель была связана с эконом-сегментом. Там просчет... Чем хорошим не закончилось? Там дело в том, что... Не в строителях там было дело, а в том, что там эконом получается история для клиентов. И типа делают без вариантов каких-то. Вот. Но все равно человек, скорее всего, приходит и начинает какие-то варианты. Ну то есть все равно хочет что-то поделать, изменить. И потом приходят строители. То есть как бы в теории хорошо, но надо же это еще и отладить. Потому что приходят строители, откуда они берут. Тоже точно так же, там с профи, еще откуда-то, ну с агрегаторов. И пока эти команды сработаются, ну как бы, а чтобы они сработались, тоже кто-то этим должен заниматься. В общем, короче, мы сейчас грязнем в чем? В системе. Везде нужна система. То есть будет работать со 100% там, ну или там с 90% качеством, если есть какое-то хотя бы видение или понимание системы. Если этого нет, то всегда это лотерея. Всегда просто ты понимаешь, окей, я играю в лотерею. Посоветовал – хорошо. Повезло – не повезло. Ну и здесь, да, здесь, конечно, надо быть профессионалом, ответственным человеком за то, что ты делаешь и, блин, уважать друг друга. Но, к сожалению, реалии не всегда таковы. Но надеемся и желаем вам найти своего любимого строителя, надежного, качественного. Ну вот, я говорю, по ситуации с Александрой Кудрявцевой, даже, казалось бы, проверенный публичный человек оказался, тем не менее, не самым ответственным. Хотя, кстати, вот разбирали мы тут кейс как раз этой истории с коллегами, с дизайнерами, и мнения разделились. Кто-то встал на сторону строителя, кто-то встал на сторону дизайнера. Ну, в общем, все это… Ну, смотреть надо договор, что там как бы заключено, что как работали. Отлично. Давай про Юр вопрос теперь поговорим, про договорные отношения. Да, давай. И я думаю, что уже, да, будем через пять минутчик закругляться. Собственно, очень тоже важный момент, но почему-то у нас эта тема юридической вообще грамотности, договорной грамотности дизайнера, она как-то вызывает все время какой-то… Как первый раз, знаешь, вот нельзя работать без договора, все работают, нельзя там это все делают, договор надо составлять под себя индивидуально, все делают как хотят. Скажи, пожалуйста, что, как дизайнеру максимально обезопасить себя, своих партнеров, строителей, какие вообще должны быть документы у дизайнера интерьера? Слушай, я вот, знаешь, я вот уже долго это рассказываю, у нас и курс по этой теме, договоры есть и все остальное. Короче, я считаю, что пока вопрос не встал ребром, как бы очень сложно заранее, да, подстелить. Я думаю, что каждый дизайнер должен обжечься, тогда он поймет. Ну, реально, а как? То есть, пусть вот, ну, короче, каждый раз, каждому дизайнеру что-то прилетит. Потому что если заранее не работает, что бы я сейчас не сказал, это бесполезно. Я даже по себе знаю, у меня были договора, я все делал, все работал, все как надо, и все равно в какой-то момент клиент меня проржал, что типа давайте начинать, надо же начинать, договора нет, и в итоге, естественно, все кончилось не очень хорошо, а именно так, что мне денег не заплатили. И, ну, окей, сам дурак, вот, собственно, ничего не сделаешь с этим. А что ты хочешь, я тебе сказал? Что надо договор делать? Ну, все знают, даже все знают, кто не знает, поставьте там что-нибудь, кто не знает, все это знают. Каждый знает, что типа договор надо не только, чтобы он был, но что его соблюдать? Правильно же надо? А как у нас в договоре типа написано так, а ты делаешь по-другому? То есть, договор, чтобы подписать, а потом он кладется в шкафчик, и по нему никто не работает. То есть, по нему еще работать, оказывается, надо. И его надо, ну, что, соблюдать, а для этого нужен менеджер какой-то, а за этим надо следить. И думаешь, да ну нафиг, я как-нибудь так. Мы же с клиентом нормальные люди, мы же договорились, мы же руки пожали. Ну, в принципе, это бесконечная история. Я уже махнул на это рукой. Кому? Обычно как у нас получается? У нас, значит, возникает какая-то проблема, приходит человек, говорит, я вот попал в ситуацию, надо что-то делать, я помогаю, ну, собственно, ему как-то решить ситуацию, как-то там советую там юриста, да, и говорю, ты хочешь, типа, не попадать больше? Да, вот возьми, вот не пожалеешь, это будет лучше, там, 30-40 тысяч твоих рублей потраченных, возьми пакет договоров и курс, что тебе делать, чтобы было нормально. Все, вот на этом все заканчивается. Ну, ну, а как еще? Ну, невозможно, это невозможная история. Ну, а какие документы? Договор на дизайн-проект, договор на комплектацию, договор на авторский дозор, с партнерами агентский договор, да, вот какие-то пара советов и все, да? Пять договоров всего есть, ну, у дизайнера не так много. Не так много. Да, дизайн-проект, правильно ты говоришь, авторский надзор, обязательно делить комплектацию, обязательно управление строительством, агент подряд лучше не брать, если есть возможность и пятый, это агентский с поставщиком, и все будет окей. И все их надо знать, что там входит, что там внутри, собственно, как их делать, как их вести. То есть мало ли, чтобы они были, им надо следовать. А где заказывать? Можно ли заказать договоры? Можно ли заказать у обычного юриста? Можно ли скачать из интернета? Можно, да. Можно ли, как очень часто, да, тот же Сергей Тимофеев, как раз интерьерный юрист, который, кстати, меня-то из-за очень многих тоже ситуаций вытаскивал, который говорит, ребят, пожалуйста, я не скину вам шаблоны, ну пожалуйста, ну не надо качать шаблоны, у вас все работаете индивидуально, пожалуйста, на это не… Да. Да, не… Типа, что делать, да? Да, что делать? Давай, ответ. Где брать договор? Короче, самое главное, что, вот, допустим, можно ли скачать и использовать, работать по чужой методике? Можно, если ты эту методику разделяешь и готов внедрять. То есть все ребята, которые там у меня учатся, я всем… Я, короче, защищаю свою методику, объясняю, почему она именно такая, не такая. То есть у меня, как бы, почему курс нужно не просто скачать, потому что на курсе я просто так договоры не отдаю только с курсом, потому что это как дать тебе автомобиль, не умея водиться, ты в стенку вмажешься. Тебе нужно понять, что за методика и почему она именно такая. Вот. Поэтому это первая тема. Значит, вторая тема. Если ты работаешь не по моей методике, а по какой-то своей, это тоже можно. Но у тебя должна быть какая-то методика, а не каждый раз по-разному, потому что ты же не будешь каждый раз договоры переделать. То есть со всеми клиентами ты действуешь по одному и тому же алгоритму. А для этого у тебя должен быть продукт, который у тебя не подстраиваться под клиента под каждого а ты идешь по одному и той же методики вот а это как бы у нас уходит в уникальность и позиционирование то есть это все очень тесно связано поэтому человеку который не определился там уникальности в продукте в себе он может скачать все что угодно но как бы она работать не будет потому что она будет какой-то абстрактной для него не подходит поэтому договора нужно делать но не с них надо начинать вот что самое главное договора нужно делать когда ты более-менее понимаешь что ты предлагаешь какой твой продукт тогда надо как мы делали вот мы с сергеем делали тоже значит вот это вот то что у нас сейчас работает то что у всех это точно только у нас работает у нас договоры которые работают там у сотен дизайнеров они очень сильно благодарят как мы делали вот из практики я значит говорю у нас методика такая посмотри пожалуйста мне нужно чтобы ты ее оформил только юридически то есть от юриста вам нужно только юридическое оформление той методики и того процесса, который вы придумали. Не надо у юриста просить придумать ваш процесс. Он придумает или даст вам чужой, он не будет работать, вам нужен именно ваш. Соответственно, вы либо ваш изобретаете заново, либо берете готовый и соглашаетесь, что там мой процесс, например, вам подходит. Ну или там меняете что-то. И потом юристу уже оформлять даете под себя. Вот так методика работает. Ну вот как раз тоже по нашему опыту мы, прежде чем с Сергеем эти договоры составить, мы с ним, по-моему, часа два просто общались. И мы рассказывали ему, как мы работаем. Как у нас происходит один процесс, другой процесс. Так и в дизайне, потому что у каждого из дизайнеров там своя какая-то методика. Ну ты прав. Напишешь что-нибудь по-другому, напишешь там... Ты же делать так не будешь, самое главное. То есть ты будешь делать, как ты привык, а не так, как написано в договоре. А если ты делаешь, как привык, а не так, как в договоре, еще даже хуже, если у тебя договор есть, потому что ты тут же попадаешь. Лучше тогда договора, чтобы не было вообще. Потому что ты хотя бы никак не привязан ни к чему. Так, а тут вопрос по поводу управления строительством. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, чем это отличается от авторского надзора? Хо-хо, вот это вопрос. Управление строительством – это когда ты контролируешь процессы, проходящие на стройке. По сути, это как представители заказчика. То есть кто-то должен соединять дизайнера на авторском надзоре, комплектатора, поставщика и смежников. И делать так, чтобы клиент был в курсе, что происходит на объекте. То есть это, по сути, как бы менеджер высшего порядка, который управляет сестойкой. Он не обязан быть ни дизайнером, ни строителем. Это менеджер высокого порядка. То есть это очень прикольная такая должность, которая всех все разруливает. Вот за это платятся деньги. И клиент тогда может не париться, он может сам не ездить, не смотреть самостоятельно, не принимать решения. Этот человек ему описывает всю ситуацию, что происходит, и дает ему на утверждение в формате, типа принимаем, не принимаем, вот такие-то решения, ты должен принять да или нет и платить вовремя деньги. Вот такой вот представитель. А что такое тогда технадзор и в каком случае дизайнерам этот технадзор нужен? И ты когда-нибудь в своей жизни прибегал ли к помощи технадзора? Конечно, да. Технадзор – это контроль, соблюдение строителями технологии работы на каждом этапе. То есть если ты стяжку кладешь, чтобы она была правильной влажности, правильной температуры, если бетон льешь, если ты делаешь штукатурку, чтобы она была с гостами описанными параметрами. То есть тебе как дизайнеру это зачем? Мне как дизайнеру это не нужно, но я могу предложить это клиенту, сказать, что для того, чтобы проконтролировать строителей, кто будет контролировать? То есть клиент скажет, ты контролируешь. Я говорю, извини, дружище, я не инженер. И как бы гостов в стройке дизайнер не обязан знать. Даже если он знает, не надо это говорить. Не надо об этом говорить. То есть, но если говоришь, да, если ты знаешь, если ты подрабатываешь одновременно технадзором, то делай эту тему профессионально, качественно. Тогда у тебя есть регламенты по всем параметрам, ты приходишь и ты делаешь. Но это денег стоит. То есть если ты на авторский пришел. Это отдельная вообще профессия. Да, дизайнеры не могут. У нас в чем проблема возникает? То, что дизайнеры, типа они где-то почитали, ютубчик посмотрели, ну или там из опыта своего, и вот, значит, начинают вместе с авторским надзором вести технически. Так нельзя делать. Даже, ну как бы, даже если ты архитектор, но с 20-летним опытом, ты что там знаешь, но ты ведь все не можешь знать, потому что ты квалифицирован в своей теме, а не в смежной. Вот, и ты говоришь, что чтобы делать это профессионально, если нужен технадзор, надо нанять отдельного человека, который это делает, который все сделает. Подпишет бумагу. Ну как независимую экспертизу? Ты делаешь там автомобиль у тебя, значит, был в аварии? То есть, ну вот кто-то посмотрел, ну я думаю, что здесь там на 100 тысяч ущерба. А независимая экспертиза пришла, сняла там... Со всеми своими причинами. Кожих померил, с приборами, у них там свои приборы, еще что-то. Здесь не на 100, а там на все 300. И все, а как ты? Ну вот так. Я тебе рассказывала, мне кажется, я всем уже рассказала этот смешной случай, когда я увидела объявление в интернете, строительная бригада со своим технадзором. Со своим... Ну да, это глуповатая история. То есть, сам себя, да. То есть, да, это как бы при строительной бригаде человек, который проверяет строительную бригаду. И это, я клянусь, это было объявление в интернете. Я думаю, боже мой, неужели у нас люди настолько не понимают, что это такое, что вообще происходит. Но у нас люди верят в эти самые вставки на спорт и в МММ, поэтому как бы это нормально. Надеюсь, что уже не верят. Люди любят обманываться. Ну, это их право, это же их деньги. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Так, давайте, друзья мои, буквально 5 минуточек будем закругляться, а то мы уже тут в темноте со Станиславом. У нас уже ночь. У нас, да, как-то потемнело. Тут такой вопрос, ну, он достаточно узкоспециализированный, я его расширю сейчас по поводу взаимоотношений с клиентом. И когда ты дизайнер или дизайн-студия, у нас сейчас клиенты все, в принципе, так, тут по поводу привлечения клиентов вопрос, мне кажется, как найти человека, который привлечет, который проведет технодзор, это специальная профессия, она в интернете. Все забейте, да, и все, найдете, технодзор. Да, главное смотреть, чтобы это было не при какой-то строительной бригаде. А ты тоже, знаешь, еще они ходят, и типа, вот здесь вам поменять, здесь поменять, и я вам дам контакты, кто вам это сделает, да, поэтому это тоже такие узкие. Технодзор – это как независимая экспертиза. Вот, ну, реально, независимая экспертиза – это вот дядечка с усами, с чемоданчиком и с бумажками, которые он вот подписывает все, что там сделал, все. Вопрос про коммуникацию с клиентом. Как держать рамку, рамку, рамки, чтобы клиент не переходил в раздел, там, не знаю, каких-то дружеских отношений, звонков в выходные дни, просьба сделать 25 планировок вместо трех и так далее. Чем это регламентируется? Договором это регламентируется каким-то, может быть, еще, ну, не знаю, такой вопрос просто есть. Вот, какими-то еще, может быть… Отношениями, ну, то есть, ты объясняешь. Субординация. Как держать субординацию с клиентом? Это все опять, я вообще каждый раз буду говорить, пока мы не определимся с уникальностью с продуктом, все остальное бесполезно. То есть, если твой продукт подразумевает, что он тебе звонит 25 раз в день, и это премиум-сегмент, пусть он тебе звонит хоть ночью, значит, встань и ответь. Если продукт его не подразумевает, то просто, ну, как бы, можно сказать, у нас есть повышенный тариф, тариф VIP-формата. Вот, плати, пожалуйста, еще столько-то денег, ну, если там те, кто достается этим вопросом. То есть, проблема в чем? Почему так люди начинают делать? Потому что они не знают, как правильно, как неправильно. Почему они не знают? Это не клиенты сумасшедшие, вредные. Это вы ему не сказали. Конечно, ну, как бы, это дизайнер не сказал. Ну, то есть, я в самом начале могу сказать спокойно, да, что, вот, как мы работаем, давайте договоримся, что работать мы будем так-то, сдавать работу так-то, принимать так-то. Результат моей работы будет принят в таком-то формате. Мы это должны все обсудить. Возникает проблема, когда это все не обсуждается, человек не знает, дизайнер потакает, потом он доходит до точки кипения, и у него возникает диссонанс, что, типа, все деньги потрачены. Ну, это нормально, ну, как на начальном этапе. Но это можно и нужно избегать. Ну, да, я здесь... Ночной тариф, да. Ночью дешевле, да, или дороже. Ну, кому как. Тут вот вопрос, углубленный по поводу договоров с клиентами, вообще, как происходит процесс комплектации авторского надзора, но, мне кажется, это вообще тема отдельной... Ну, сейчас у нас кончится время уже буквально. Да, отдельные лекции, и мне, если не ошибаюсь, где-то у тебя в Ютьюбе есть такая лекция в открытом доступе, которая, по-моему, так и называется, да, что-то авторский надзор, комплектация, и там все поможет. Вопрос, как делить комплектацию и авторский, или что? Если дизайнер делает и авторский, и комплектацию, где общается с поставщиками, скрывает КП и счета, какие договоры нужны заказчикам? Комплектацию и авторский. И авторский. Соответственно, два договора. Возьмите книгу, если нет, вот здесь вот все написано, типа, как там надо вести, как дается, вот книга, это лучше будет ваше предприятие. Лучший друг. Если в этих темах вы не разбираетесь, но если вы ведете профессиональную деятельность, то здесь все описано, ну, реально, не пожалеете. Так, тут еще вопрос по уже такие узкие темы, как контролировать монтаж дверей. Ну, ребят, ну как бы... Я не знаю. Как-то слава богу, что я никогда не контролировал монтаж дверей. Я предлагаю, да, сходить на какой-нибудь семинар, где дверники сами расскажут, как контролировать монтаж дверей. Лучший ответ дизайнеру – не надо контролировать монтаж дверей. Не занимайтесь не своим делом, занимайтесь расположением дверей, чтобы она открывалась в правильную сторону. Слушайте, ну вот это вообще, мне кажется, мы сейчас в дебри уйдем, если мы сейчас будем говорить про зону ответственности, что дизайнер должен контролировать при авторском надзоре, что нет. Я думаю, что мы как-то отдельно с тобой встретимся, поговорим. Тема для следующих эфиров. Друзья мои, вы нам накидали больше, чем достаточно. Так, вопрос по книге, Стас, возвращаемся. Давай. Друзья мои, кто еще не видел, кто только к нам присоединился, книга называется «Энциклопедия дизайна рекомплектации». Кому, кого заинтересовала эта книга, пожалуйста, вот инстаграм-аккаунт «Аркдиалог», инстаграм-аккаунт Станислава Орехова, киньте запрос в директ, ну запрос, там, не знаю, «Хочу книгу», «Дайте книгу». Или зайдите на сайт, зайдите там кнопку «Книга» и все. Я думала, проще мы скинем ссылки, прямо уже конкретно, где вы можете оформить заказы, доставку и все остальное. Там все есть. Вот половина вопросов, то, что сегодня задавали, или там большинство, они как бы там раскрыты, можно сесть, почитать и хотя бы подготовиться морально к этому. Так, друзья мои, последний раз я вам рассказываю. Значит, книгу вам высылать никто не будет, ни в электронном виде, ни в каком. После эфира, если вы хотите книгу приобрести, то в директ того инстаграм-аккаунта, в котором вы смотрите прямой эфир, киньте запрос, который, не знаю, «Книга Орехова, энциклопедия по дизайну». В обратку вам будет, я как это, знаешь, как выход прямо маски кислородные направо. В обратку вам будет ссылочка, там можно нажать на кнопочку, можно нажать на кнопочку «Приобрести» и все, и дальше все будет прекрасно. Так, Станислав, давайте, да, эфир, эфир, спасибо, спасибо. Давай в завершении, у нас две минуты осталось, давай как-то вот мы уже из темноты, из темноты пожелаем что-нибудь дизайнерам интерьера, помимо «Спокойной ночи». Крюша и Степашка будем. Эта встреча была, чтобы пропиарить книгу. Ну, конечно, ребят, ну а как? А как же? Чтобы пропиарить меня, Станислава и книгу, да. Именно для этого. Раскусили. Ах, какие, Карина, Карина, как вы нас раскусили, да. Подожди, я мыслями ушла. В завершении нашего эфира давай подведем итоги, вот, подведем итоги и дадим рекомендации дизайнерам интерьера, потому что впереди, ну, во-первых, впереди декабрь, декабрь, декабрь это всегда, не, подожди, до Нового года еще это всегда время до доделывания объектов. Нас сейчас отключат. А, сейчас, нет, ты знаешь, что этот инстаграм продлил? А, ничего себе, окей, давай. Да, 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 мы можем еще два часа, но мне кажется, что мы тогда вообще совсем будем в темноте. Да, благодарю содержательный эфир. Это всегда, пожалуйста, мы с Станиславом всегда готовы, главное, нам с ним встретиться и мы готовы вам контентить хоть бесконечно. Впереди такой сезон горячий, потому что все хотят до Нового года доехать. Дизайнеры сейчас все будут в мыле, значит, докомплектовывать объекты, ходить параллельно на мероприятия, пить шампанское, да, к поставщикам, а потом Новый год все уедут отдыхать куда-то в Россиюшку, либо на дачу, куда-нибудь. Да, вот скажи, пожалуйста, что дизайнеру нужно успеть сделать в ближайшие там два месяца, чтобы в 2021 году порвать рынок? Такие вопросы прямо так задаешь. Ну, каждому, блин, каждому дизайнеру что-то же говорили, свое надо, то есть, что, значит, порвать рынок, ну, как бы, следующий шаг сделать, да, для себя, следующий шаг, он, ну, как бы, зависит от того, в каком состоянии ты находишься. Что делать? Ну, блин, кому-то будет прорыв эта систематизация, если ты компания, кому-то просто упаковка, кому-то хотя бы там инстаграм завести, кому-то сходить на конференцию либо куда-то послушать умных людей, чтобы разобраться в себе, кому-то уникальность найти. Ну, блин, тут сложный вопрос, как бы нет однозначного ответа. Как всем быть счастливым? Всем никак. Я могу дать рекомендации какие-то конкретные, конкретному человеку либо группе людей, ну, то есть, определённо. Уточните ваш запрос. Ответ такой у меня. Я тогда... Сейчас скажут, не эксперт, ничего не знают. Тогда я... Книгу только свою продаёт. Пиарят. Час говорил, чтобы книгу продать за какие-то... Что там, за тысячу, две рублей, да, какие-то смешные. Заказчики просят отдать скидку, как реагировать интеллигентно. Хороший вопрос, кстати, да. Конфлектация. Да, нормально. Ну, то есть, я бы тоже попросил. Ну, почему нет? Ну, то есть, попросить можно, а тут уже как ты продашь идею, что скидку надо тебе отдавать или нет? Продай скидку. Ты можешь поделить... Ну, как можно сделать? Можно поделить пополам, в принципе, это нормально. Можно попросить скидку отдать, но попросить его деньги за введение, да, комплектацию. А вообще, мне кажется, я не знаю, уже столь оскоминно набила эта тема с комплектацией, потому что уже все, мне кажется, здравомыслящие дизайнеры перешли на европейский, платят за эту услугу, а ты отдаешь абсолютно честно там те условия, которые у тебя есть. И про это уже говорили 500 тысяч миллионов раз все. Так, значит, подвожу итоги я тогда. Значит, что нужно сделать, друзья мои, чтобы в 21 году порвать рынок? Никто не знает, какой будет 21 год. 20 год показал то, что как мы с вами не будем строить планы в декабре месяце на следующий год, но, скорее всего, что-то может произойти, что просто сломает все. Наша главная задача с вами, во-первых, быть максимально гибким, максимально быстрым, следить за тем, что делают там коллеги, искать свою, безусловно, уникальность. Если вы ее еще не нашли, пожалуйста, ее найдите. Для этого там придите к Станиславу, придите ко мне, посмотрите наши эфиры, поймите, чем вы отличаетесь от других. И самое главное, это сделайте план. Я вот, правильно ты говоришь, да, что начните делать шаги, а я вообще человек планерка просто. Я без плана работать не могу, у меня у каждого клиента на месяц прописан план. Я, кстати, тут хотела бы показать сториз, это там вот такие колонки, 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 и это все как бы следующие шаги. Поэтому, друзья мои, сделайте хотя бы за ближайшее время какой-то план действий, который вы будете делать в течение первых двух месяцев следующего года. И поверьте, каждый шаг он принесет свои результаты. Главное, в плане не ошибиться. Для этого лучше все-таки его сделать с кем-то, кто понимает. У тебя же есть, да, такая тема, что ты ее разрабатываешь план? Да, мы прям делаем стратегическую сессию. Вот, к Светлане обращайтесь. Двухчасовую, пишем план. Давайте теперь Светлану продадим. Книгу продадим. Что еще продать у тебя? Здесь что ненужное? Светлана, да. Расскажи про план, как тебе записаться, как попасть. Нет, записаться все через наш телефон на сайте офисный. Моя как раз коллега-администратор смотрит по графику, вписывает, два часа мы с ним работаем. Лично с тобой можно работать? Нужно работать. Прямо со мной? Прямо со мной. Два часа мы работаем, после этого отпускаем человека уже с готовым планом работы. Круто. Сколько стоит? Можно прям говорить? А то сейчас скажут, что этот эфир был, чтобы продать, 15 тысяч рублей стоит. Наоборот, нормально. Да, это услуга, потому что, ну, естественно, мы не можем... А какой смысл консультироваться у того, кто не продает? Вы же как бы продавать или продвигаться хотите? Окей. Два часа. Что происходит через два часа? За эти два часа мы задаем, соответственно, наводящий вопрос, понимаем точку А, точку Б, понимаем проблемы, сложности, что мешает дойти человеку, сделать рывок и шаг, и в результате этого у человека получается план, как ему из нынешнего состояния, на полгода. А, на полгода. За два часа план на полгода, за пятнашку. Но, естественно, как бы этот план, он может корректироваться, как я уже сказала, что вообще, бог его знает, что произойдет завтра, но, по крайней мере, это будет какая-то канва, в рамках которой, потому что, знаешь, сейчас это самый вопрос, я думаю, что дизайнеры сейчас согласятся, я не знаю, что делать дальше, я не знаю, о чем писать, я не знаю, у меня там... А на самом деле, когда у тебя есть, блин, план, ты знаешь, что у тебя будет завтра. Тебе не надо знать, у тебя написано. Да, у тебя написано, да, ты можешь его подкорректировать, да, ты можешь его как-то там изменить. Круто. Но, и вот я вообще, ты знаешь, за этот год прокачалась с точки зрения планирования, и спасибо коронавирус, как говорится, да, у меня теперь на каждый вообще чих, есть инструкция, как ты меня учил. Я ненавидела это просто, вот тебя в тот момент, когда я писала эти инструкции, но потом благодарила, когда я их доделала, потому что Станислав говорит по всем... И знаете, что, кстати, тоже вот давай я поделюсь в конце, потому что этот год очень сильно, конечно, ну, над командой пришлось поработать, потому что там ушли на удаленку, ну, там много было нюансов, и Станислав всегда говорил, у тебя есть инструкции по сотрудникам, у тебя есть, у тебя, представляешь, один сотрудник ушел, тебе нужно искать другого, что ты будешь заново время терять, ему неделю объяснять, дальше ему готовы инструкции. И вот буквально вот в этом году я выдала готовые инструкции и сказала, я не сработал. Разбирайся. Отлично. И они сработают. В общем, друзья, говорить мы можем очень много, долго и здорово, пожалуйста. Но лучше делать это платно, поэтому приходите. На консультацию. Ты неисправим, ты неисправим, Стас, мне кажется, поэтому у нас и получается с тобой делать прекрасные проекты. Человек-бизнес, Станислав Орехов, и человек-идея творчества, человек-план Светлана Каталукова сегодня с вами были. А ты наша тоже запланировала встречу? Ты думаешь, я просто так, что я к тебе приехала сюда. Я взяла микрофон, я взяла штатив, то есть ты думаешь, они всегда у меня лежат в сумочке, в моей. Нет. Друзья, напишите нам какую-нибудь обратную связь, чтобы мы ушли сейчас в закат и вышли к вам в какое-нибудь ближайшее время, если у нас на то будет время, желание, возможность. Ну и, конечно, помните книгу, Станислав Орехов, в директ записываем, запишем, пишем в директ, и говорим, хочу книгу, мы отправляем вам ссылку на покупку, ну а к нам на консультацию, для этого можно писать в WhatsApp, WhatsApp у нас также привязан к шапке профиля, вообще все легко, быстро и хорошо. Спасибо всем за эфир, спасибо, Света, что доехала к нам в гости, были рады видеть, и увидимся в следующих сериях. Пока. Спасибо за гостеприимство, пока-пока, внедряйте,